Владимир Латинской Америки от себя отнимали и отправляли туда. Кто-то это должен прекратить. Я это прекращу. Я не хочу, чтобы граждане, граждане Российской Федерации, которые нам нужны, нужны нам эти деньги, нужны, отправлялись непонятно куда. И это не подъем с колен. Подъем с колен — это когда у каждого здесь зарплата 100 тысяч. Это подъем с колен. Подъем с колен — это когда жители России, 60% приезжают за границу, и все понимают, приехали богатые туристы из России. Вот это подъем с колен. А когда мы просто сами в нищете отправляем деньги туда, это никакой не подъем с колен. Я не знаю, как назвать это. Это комбинацию. Но это точно не подъем с колен. Мы все это можем сделать. Мы должны понимать, насколько богатая мы страна. Даже при нынешних ценах на нефть. В 2013 году было 120 долларов за баррель. Сейчас 60 долларов за баррель — это все равно море денег. Море денег приходит в страну. При нынешнем положении экономики, сложном, все равно мы можем и должны жить в два раза лучше. Этого можно добиться. Элементарные, простые, законные мы принимаем для себя. И мы будем жить лучше очень быстро. Почему этого не происходит? Кто наш главный враг? Коррупция — это не наш главный враг. Я знаю, я ее легко смогу победить в основном. Путин. Наш главный враг — Путин. Не смешите меня. Путин — смешной человечек, которого Ельцин назначил. Он узурпировал власть. Но он не является нашим главным врагом. Кто наш главный враг? Неверие и привычка. Правильно. Вот что я не могу, по крайней мере, пока, я не смог пробить. Это вот эта вещь. Потому что всегда и все мне обязательно подходят и говорят. Блин. Алексей. Ты классно, конечно, там все разглагольствуешь. Но пока тебя сейчас не снимает камера. И пока вокруг нет людей. Ты мне признайся потихоньку на ухо. Ты же понимаешь, что... Я говорю, нет, не понимаю. Ну как? Ну это же Россия. Я говорю, и чего? Что за аргумент? Это Россия. Ну как? Это Россия. Здесь ничего изменить нельзя. Поднимите руку те, кто... Можно. Я вот так же кричу. Можно. Поднимите руки те, кто когда-нибудь агитировал кого-то за борьбу с коррупцией, например. Спасибо. А теперь поднимите руки те, кто слышал в ответ такую фразу. Ну ладно, эти наворовались. А новые-то придут. Сразу будут воровать? Ага. Вот он наш. Вот он наш враг. Мысль, которая засела у нас сограждан о том, что мы никогда хорошо и не жили, не нужно и начинать. Россия для грустных. Вот всегда мы так жили. Ну слушайте, мы страна нищеты. Мы-то когда-то голодали, потом наши родители жили просто бедно. Мы живем бедно. И детям нам положено жить бедно. Потому что вот, ну это же Россия. Я так не считаю. Я верю в свой народ и я верю в свою страну. Я знаю, что этого всего можно добиться. Просто нужно побороть в себе это неверие. Вот эту готовность тому, что ну ладно, что там, надо знать, что там бричало. Потом еще у кого-то, потом еще у кого-то. Всегда мы будем жить вот так. И никакого продыха нет. И мысль о переменах только. Если вдруг мои дети будут достаточно счастливы, что смогут уехать за границу. И там устроиться. Так же говорят, да? У кого-то нам родственник говорит, а у него там дочка вышла замуж и уехала жить там, я не знаю, в Германию. Все говорят, какая счастливая. Я не хочу так. Я здесь живу всю жизнь. Мои дети здесь живут. Я хочу, чтобы они остались жить в России. Я знаю, я вижу же, ребят, ну я вижу, что нас больше. Ну пусть бы сюда пришел Бричалов и объявил, что я провожу митинг в поддержку Единой России. Сколько много народ придет? Сам Бричалов не придет. Если ему не заплатят, не придет. Никто заставит. Только если заставят, придет. А поднимите руку те, кто слышал, ну кому угрожали, или говорили, что не надо приходить на этот митинг. Ага. Но вы же все равно пришли. Но вы все равно пришли. И на этот дом давили. И говорили, что мы вам сейчас какие-то штрафы выпишем. А они все равно сказали, а нам наполевать пусть Навальный выступает. Я знаю, что активные россияне, нормальные россияне, они все за нас. Их больше, чем их. Нужно верить в себя для того, чтобы эту всю стену пробить. И мы ее пробьем. Ребята, если мы будем работать, мы построим нашу прекрасную Россию будущего. И нам никуда не нужно будет уезжать. Спасибо большое. Спасибо, что послушали меня. Вопросы, как я и обещал. Критические, не критические, скептические. Поднимайте руки, говорите. Я повторяю, отвечаю на вопрос. Пожалуйста. Вас таки зарегистрировали в президенты? Или из-за этой херни? Из-за сюда? Что-нибудь? Так. Вопрос звучал так. Вас зарегистрировали в президенты? Или из-за этой херни того? Ну, херня продолжается. Но пока еще выборы не объявлены. Ну, я не наивный человек. И вы, наверное, не наивные люди. Но мы же понимаем, что Путин вряд ли мечтает о том, чтобы я участвовал в выборах. Вряд ли он хочет, чтобы я выступаю по телевизору, рассказал дорогим россиянам о его зяте, который стал самым молодым миллиардером. Вряд ли они мечтают, чтобы я рассказывал о Димоне, об Усманове, о Шувалове и всех остальных. Поэтому я понимаю, что они не хотят пускать меня на выборы. Но вот простая вещь. Черным по белому написано в Конституции, что имеют право участвовать в выборах люди, которым больше 35 лет. Верите, что мне больше 35 лет? Нет! И люди, которые не находятся в местах лишения свободы. Как не была бы тяжела жизнь в Удмуртии, тем не менее, я свободен, да? Я не нахожусь сейчас в местах лишения свободы. Поэтому имею я право участвовать в выборах? Вот я поэтому и иду. Мне наплевать, что они там говорят. Я умею читать. И я верю, что вы умеете читать. Умеете? Вот значит, я езжу и провожу свою избирательную кампанию. Отсюда вопрос. Вопрос про войну с Украиной. Я закончу войну с Украиной. Нам не нужна война с Украиной. Она делает нас беднее. Она разоряет нас. Какого черта нам воевать? У нас счастливое время вообще-то. У России сейчас нет таких врагов. Россия не должна участвовать в войнах, если мы сами туда не лезем. Мы должны сейчас богатеть. Это, в общем-то, уникальное время в нашей истории. Мы можем со всеми торговать. У нас должно быть все прекрасно. Мы должны становиться богаче. Вместо этого мы занимаемся чем-то, используя этот термин, херней. Я херню прекращу. Это может быть... Я просто не могу это вписать в слоган компании. Алексей Навальный, я прекращу всю херню. Но по сути это примерно так. Вопрос давайте еще с этой стороны был. Как я оцениваю свои шансы на то, что буду я президентом или не буду? А, так подождите. Допустит или не допустит? И стану ли я президентом или не стану? Маловероятно, что я не стану президентом. Слушайте, ну... Это такая вещь. Я не политолог, я не гадаю. Я знаю точно, что есть люди, которые меня поддерживают. Их много. Они поддерживают, ну, просто... Не то, что даже меня. Они поддерживают перемены, они хотят проголосовать за свою жизнь. У меня просто нет другого пути. Но я же никуда не уезжаю. Я здесь живу. И я знаю, что есть люди, которые хотят поддержать вот это направление. Поэтому я буду этим заниматься. Может случиться так, что я стану президентом. Может случиться так, что не стану. Но мы-то здесь все равно есть. Кто-то представляет ваши интересы на выборах? Другой человек. Нет. Кто-то другой. Борется за ваши голоса это вообще или нет? Нет. Собчак. Хочется позвать на сцену и задать пару вопросов. Ну, на самом деле, ну, реально, смотрите. Четыре месяца до выборов. Правильно? Из них январь. Вся страна отдыхает. Отдыхает вся страна. Где другие кандидаты-то? Сюда приезжал Миронов. Нет. Зюганов. Жирик. Владимир Владимирович Путин. Ксения Анатольевна Собчак. Я не понимаю. Может со мной что-то не то. Что за странный кандидат ездит, агитирует. Поэтому я езжу, агитирую. Стану или не стану, зависит от меня. Смогу я вас убедить или не смогу. Я работаю, как могу. Ну, а дальше что получится? Вопрос. Вопрос о том, слезем мы с нефтяной иглы или не слезем. Это важный вопрос. Наверное, важнейший вопрос развития России. Если мы посмотрим на нынешнюю власть, она каждый год говорит, что мы пытаемся с ней слезть с нефтяной иглы. И каждый год все равно процент нефтяных доходов в импорте и в федеральном бюджете растет. Почему? Потому что они не хотят другого ничего развивать вообще. Для Путина идеальной России является Россией, где как можно меньше населения, есть нефтяная труба и деньги, которые идут на швейцарский счет. И либо мы сможем слезть с нефтяной иглы, либо у нас, опять же, нам ничего не светит. И мои планы такие. Сначала снова я задам вам вопрос. Вот здесь, в Удмуртии, легко заниматься бизнесом? Нет, как и везде. Я везде это слышу, что слово «нет», оно даже недостаточно жесткое, «невозможно». Возвращаясь к вашему, нашему, единорусскому бричалову, он же возглавлял опору России, правильно? Это организация типа малого бизнеса, которая доказывала всем нам, что малый бизнес поддерживает Единую Россию, потому что малому бизнесу очень хорошо живется в России. С каждым годом все лучше. Это правда или нет? Нет. Это ложь. Поэтому для того, чтобы сняли с нефтяной иглы, мы должны развивать малый бизнес, средний бизнес и сельское хозяйство, о котором вы говорите. От малого малые доходы. Правильно! От малого бизнеса малые доходы для бюджета. Именно поэтому, именно поэтому я говорю, что от малого бизнеса малые доходы. Малый бизнес нужен для чего? Для создания рабочих мест. Для того, чтобы люди за какую-то зарплату получали. Поэтому я четко говорю, я стану президентом, я освобожу от налогов и всяких бумажек малый бизнес. Освобожу! Малый бизнес! Это люди, которые хотят прокормить себя. Но то, когда появляется он, потом появляется средний бизнес, а потом появляются заказы у тех самых заводов, о которых вы говорите. Когда какая-то кровь есть в экономике, заводы работают, потому что этим заводам есть что производить, покупают их продукцию. Малый бизнесмен что-то делает, ему понадобилось оборудование, он пошел, заказал его на завод. Так мы запустим экономику. Потому что сейчас, ну если любой из вас завтра захочет открыть палатку, магазин, что угодно, кафе. Кого вы увидите первого? К вам придет пожарник, к вам придет какая-то инспекция, к вам придет налоговая, к вам придет полицейский и так далее, и так далее. И через месяц вы обнаружите, что вы просто без штанов остались. У вас нет ничего. Вот я сделаю так, что их всех прекратят тиранить и прекратят прижимать, прекратят мучить. С крупной промышленностью вот прямо сейчас, прямо сейчас что нужно сделать? Вот это Ростех чудовищный, которому принадлежит половина ваших предприятий, которые здесь находятся. Это же просто мафиозная структура. Абсолютно мафиозная, чудовищная, монополистическая структура. Она должна быть ликвидирована, вот и все. Давайте отсюда вопрос, потом в середину. Ну, когда освободят моего брата? Хороший вопрос, да? Вы знаете, что мы с ним выиграли дело в ЕСПЧ. И сейчас он сидит в камере, продолжает сидеть, имея на руках бумажку о том, что его дело сфабрикованное, он невиновен. Ему, прямо скажем, еще неприятнее сидеть в этой камере. Но, слушайте, он заложник. Почему не пускает? Понятно почему. Он заложник. Для чего его посадили? Почему каждый раз я выпускаю расследование, его сажают в ШИЗО? Он сидит там, я что-то делаю, его снова сажают в ШИЗО. Это мерзкая власть отвратительных людей. Они хватают людей, они мучают людей, они берут их в заложники. Поэтому, ну, он сильный человек, он меня поддерживает, но я не жду, что его выпустят. В ближайшее время, еще год ему осталось сидеть, несмотря даже на решение ЕСПЧ. Давайте из центра. Да. Что вам сказать про Крым? Про Крым, давайте скажу про Крым. Я честно, я даю вам честный ответ про Крым, который заключается в том, что нет решения крымской проблемы. Его не существует, я его не вижу. Как и все остальные, как и все остальные территориальные конфликты на планете Земля, они не имеют решения. Десятки лет, десятки резолюций Совета Безопасности ООН не привели ни к чему, например, в Палестине и в Израиле. Фондленские острова, Северный Кипр и все остальное. Я проведу референдум нормальный, честный. Предполагаю, что этот референдум все равно никто не признает. Поэтому, увы, гарантирую вам, что на выборах 2048 года сюда приедет кандидат, ему будут задавать тот же самый вопрос, и он будет примерно то же самое отвечать, потому что территориальные конфликты в современном мире, где нельзя все вопросы решить войной, они просто не имеют решения. Вопрос, да. Вопрос такой. Я агитирую своих друзей, и каждый второй задает вопрос, откуда вы возьмете деньги на минимальную зарплату в 25 тысяч? Это действительно так. У меня в программе есть пункт о том, что минимальная зарплата в России должна быть 25 тысяч рублей. Этот пункт исходит просто из современной практики развитых государств. Потому что минимальная зарплата установлена во всех богатых странах. В Германии, в США, в Швейцарии, в Люксембурге нет развитых стран, у которых такая маленькая минимальная зарплата, как у нас в России. Поэтому мы ее должны установить. Откуда я ее возьму? Во-первых, депутатам не надо... Во-первых, огромное количество вот этих коррупционных денег, которые высвободятся, они будут отправлены в экономику. И бизнесу станет легче платить эти зарплаты. Второе. Я снижу налоговое бремя на бизнес. И бизнесу будет проще платить более высокую зарплату. Третье. Я снижу именно зарплатный налог. И поэтому рост зарплаты не приведет к тому, что ее невозможно платить, вот как сейчас происходит, из-за этого единого социального налога. И последнее. Мы должны просто, ну как бы, заключить новый договор с предпринимателями. С малым бизнесом в том числе. Ребята, вы должны платить более высокие зарплаты, потому что человек, который получает меньше 25 тысяч, ну это абуза для экономики. Он не может лечиться, он не может работать, он ничего не потребляет, он болеет, он очень быстро умирает, он постоянно лечится, приходит в больницу, а вылечить его нельзя. Поэтому либо мы повысим минимальную зарплату, ну либо просто у нас будет огромный снова пласт нищеты, и эта нищета будет тащить страну в пропасть. Не нужно этого бояться. Еще раз, опыт всех развитых стран показывает, что вы повышаете минимальную зарплату. Я же не говорю вам всем, ребята, каждый завтра будет получать там по 80 тысяч. Это нереально. Но человек, который получает меньше 25 тысяч, ну таких людей быть не должно в развитой стране. Вопрос. Срочная служба! Давайте сначала сюда, потом этот вопрос. Значит, цензура СМИ в интернете. Вы знаете, что, ну, включите телевизор, там про меня расскажут, что я украл весь лес. Или, скорее всего, вообще ничего не расскажут, потому что сейчас про меня вообще ничего не разрешается говорить. Вы сегодня вечером, ребята, вот не сегодня вечером, придете домой, откройте в интернет и посмотрите, что ваши местные удмуртские порталы написали об этой митинге. Жалкая кучка людей, не, напишут. Приезд Навального никого не заинтересовал. Заезжий политик был вознагражден презрением жителей Ижевска. Такие еще, я видел, совершат какие-то совершенно безумные. Вы просто будете удивлены степенью наглости вранья об этой митинге, гарантирую вам. Это привыкли. Ну вот не нужно привыкать, совершенно правильно, мы привыкли. Это одна из самых просто решаемых проблем. Мы запретим цензуру, мы сократим радикально количество СМИ, принадлежащих государству. Мы не будем делать так, что государство лазит по блогам, вконташам и всем остальным. Смотрит, кто там поставил какой-то лайк, кого-то нужно посадить за репост и все остальное. Я здесь говорю две очень ясные вещи и два предвыборных обещания, которые я люблю давать. Забираюсь на трибуну для этого. Первое, я отменю 282 статью и отпущу всех, кто по ней сидит. Я гарантирую это сделать. И второе, и второе. Вы, как налогоплательщики, хотите платить кому-то, чтобы они мониторили соцсети и блокировали соцсети? Нет, значит я распущу Роскомнадзор, разгоню и уволю их от первого до последнего человека. Они не нужны. Сборище дармоедов. Вы видели, сотрудники Роскомнадзора радуются предстоящей свободе. Видели, вчера же, кто-то этот не Ампилонский, а кто там сейчас глава, заявил, что Роскомнадзор ведет запрет несовершеннолетним на использование вот этого отпечатка пальцев на телефоне. Идентификации. И возникает вопрос, ты дурак что ли совсем? Ну ты чиновник же, чиновник с большой зарплатой, получил служебную квартиру, у тебя есть черный Мерседес, который дали тебе за деньги налогоплательщиков. И ты сидишь и думаешь о том, что нужно запретить подросткам идентификацию. Это безумие. Мы разгоним этих людей. Я лично приду туда и кнопками объявления, вы все уволены, повешу и получу большое наслаждение. Был вопрос про армию, призывную армию. Я вижу для вас актуален этот вопрос. Сколько вам лет? Актуален. Отлично. Отвечаю. Я отменю призыв. Я отменю призыв. Он не нужен. Ребят, он не нужен. На черта нам нужен этот призыв. С 2005 года Россия может содержать контрактную армию. Современные армии, современное вооружение требует квалифицированного персонала. Она требует людей, которые получают большую зарплату и служат не год, а несколько лет. Что такое сейчас призывная армия? Это собляки. Это налог на бедных. Откуда? Из какого региона никто не идет служить? Из Чечни понятно почему. И из Москвы. Потому что в Москве высокие доходы и можно отмазаться. Вы платите военкомат и все, и вы не идете служить. А иду служить откуда? Из деревень. Из Жевска. Из деревень из Жевска. Ну скажем так, из регионов, где низкие доходы. Вот семья. У них денег нету. Давайте заберем еще сына, чтобы он вместо того, чтобы работать, помогать своей семье, где-то кому-то строил дачу целый год. Не нужен призыв. Я его отменю. И нужно прекратить эту агонию вокруг призыва. Вот Путин сказал, в будущем мы что-то отменим. Сейчас отменяй. Сейчас эти люди, много вас здесь стоит, они должны нормально жить и работать и не думать о том, что их куда-то загребут. Вопрос. Как я буду работать с РПЦ? С РПЦ я буду работать великолепно. Я буду прекрасно работать, но я вам гарантирую, что из бюджета республики Удмуртии не будут тратить 2 миллиона рублей на приезд патриарха Кирилла, как вы это и сделали. Вы хотели потратить 2 миллиона рублей таким образом? Нет, ни один человек здесь не хотел. Слушайте, я верующий, но говорю вам, что в президенте Навальном церковь отделена от государства. Никакие священники не командуют, кого посадить. Какой значит фильм пустить? Им это не нравится, то не нравится. Имеют право. Ну, как не нравится, нормально. У тебя есть разрешение на пике. Даже разрешения не надо. Я разрешаю всем друг друга пикетировать. Пусть стоят, пикетируют, но лезть вот так вот, чтобы какие-то безумные депутаты... Опять же, люди получают зарплату 450 тысяч рублей. И они вот просто посвятили всю свою деятельность в борьбе с каким-то фильмом, еще с чем-то. Мы хотим это оплачивать. И не будем оплачивать при президенте Навальном. Церковь отдельно, все отдельно. Я вижу... Сейчас, погодите, только сначала человек с табличкой вопрос даже есть. Да, я должен уважить такое, проходите. А как вы будете бороться с этим? Давайте. Мы заинтригованы, для чего такую табличку нужно было делать? Окей. Да. Хотел узнать, я вот все фильмы смотрю ваши, да? Да. И очень в интернете очень много дезинформации. Я каждую проверяю. Как я могу проверить информацию, которая, например, дача, например, где-нибудь в Испании, например? Как я могу проверить? Так там все понятно. Вопрос такой. Я смотрю информацию в интернете, смотрю ваши расследования. И как я... В интернете много дезинформации, правда. Как я могу проверить ваши расследования? Дом в Испании, например. Ну, смотрите. вы не вы местный вы здесь живете я нет я приехал 40 километров отсюда 40 километров отсюда я я не знаю просто даю вам реально вопрос не знаю вас же существует какой-то аналог местной рублевки существуют это под рядом с городом как называется около биатлона одного комплекса есть такое поэтому если вы завтра придете туда без такого квадрокоптера я больше чем уверен вы найдете большое количество расхождений между реальной зарплатой чиновника и размером его дома а че там не надо ехать на какой биатлон а у вас здесь мэр города провел празднование своего юбилея и потратил на него половину своего годового дохода такое может быть нет только в сказке такое случается все остальное дачи медведева пожалуйста хотите приезжайте вместе со мной в плюс мы пойдем с вами вместо мимо забора вот размером с этот дом и увидим это все остальное большинство того что я публикую она вообще по открытым источником испанские дачи заходите в испанский реестр недвижимости открытый или платите 2 евро как делаем мы и проверяем штука в том что коррупция в россии довольно открытая и поэтому я легко обнаружить я вижу что табличка вы не обманете меня это не это не ваша табличка но я дам возможность это вопрос да пожалуйста национализация сырьевого сектора отличный вопрос кстати говоря национализация сырьевого сектора удмурт нефть она честная или государственная она принадлежит она принадлежит роснефти поэтому штука в том вот извращенной ситуации в россии заключается в том что формально ее национализировать не надо она принадлежит и так как бы вам она принадлежит роснефти роснефть государственная компания преимущественно но по сути то она является государственной по сути она принадлежит двум людям путину владимиру владимировичу и сечину игорь ивановичу игорь иванович сечин платит себе зарплату 5 миллионов рублей в день это нормально государственная компания может быть такое он покупается и яхту за 200 миллионов у нее там какие-то жены новые старые тоже живут совершенно хоть немыслимой жизнью поэтому штука в том что не делать национализацию а то что и так принадлежит государству сделать чтобы она реально принадлежала государства чтобы они отчитывались перед нами чтобы они поясняли нам что происходит чтобы мы как-то влияли на их зарплаты и на их уровень жизни кто из вас помнит мое расследование пройти чайные ложечки роснефти мы тоже не расследование да люди купили за сколько за 14000 года за 14000 чайные ложечки когда мы это опубликовали что же говорил нам михаил леонтьев то что навальный лезет значит не свое собачье дело но они реально считают что это какое-то вот их дело а мы лезем куда не нужно поэтому не национализация нужно а нужно перевернуть это все с головы на ноги так чтобы госкомпания отвечала перед нами вопрос так смотрите вопрос который включает все много вопроса сначала было что будет с образованием потом сейчас везде всероссийские проверочные работы хоть я не тупой они мне очень не нравятся и третье мы сдаем сдаем эти экзамены а все равно количество бюджетных мест сокращается с конца начну вы же может быть даже видели мой такой заочный спор с путиным который заявляет о том что количество бюджетных мест растет а я смотрю в статистику и сокращается вы мне скажите кто врет здесь количество бюджетных мест сокращается ли растет ты любой человек знаешь что у нас сокращается они врут нам у меня здесь простая простой подход но смотрите я президент предположим президент мне нравится эта идея я хочу простой вещи я хочу что все были довольны и в моем бюджете было много денег для того чтобы в моем бюджете было много денег я хочу чтобы вы получали большую зарплату потому что не будет больше налог чтобы вы получали большую зарплату вы должны получить хорошее образование это не беном ньютона так работает все во всех странах и поэтому для меня один из главных приоритетов чтобы вы получили хорошее бесплатное образование для этой цели я немножко срезаю с военного полицейского бюджета и увеличиваю расходы на образование в два раза и вы получаете нормальное образование я извините я не могу отменить ваши контрольные работы проверочные тесты но по крайней мере они приведут тому что когда вы их сдаете вы получаете свое нормальное образование еще одна вот маленькая но важная вещь в образовании здесь есть учителя или родственники учителей есть учителя специально для вас обещаю вам дорогой учитель что я отменю все бумажки и всю отчетность обнимемся обнимемся я знаю что вы этого хотите сколько с учителями не встречайся они мне говорят лёша мы сфальсифицируем выбор за тебя я говорю не надо но избавь нас от этого мы не учим детей мы до вечера пишем бумажки нам ввели электронный журнал мы стоим к единственному компьютеру в школе в очереди чтобы заполнить электронный журнал куча этого бреда значит учитель раба работает далее учеников отчитывается перед родителями и перед учениками все никаких бумажек в раноне ты бесконечной писанина не будет и расскажите другим учителям нам нужны их голоса не поверят поверят я говорю поверят поверят так здесь задавал вопрос давайте снова сюда сельское хозяйство сельское хозяйство вот советском союзе коноплю использовали масло я звучал слово конопля на вопрос про сельское хозяйство просто просто боятся использовали для масла использовали для одежды для всего я просто агроном поймите и мне интересует вопрос который мне кажется многие хотят задать но многие боятся ваши слова насчет декриминализации легализации и насчет вообще вот сельское хозяйство и использование коноплю вот в этих целях окей а значит все таки прозвучало слово конопля на за ней прозвучало все-таки про легализация несмотря на то что вопрос про сельское хозяйство значит сельское хозяйство нуждается в чем дайте сначала без конопли сельское хозяйство не развивается в россии потому что кредит невозможно взять просто никакой человек работающий сельском хозяйство не может платить 30 процентов годовых 20 процентов годовых даже 10 процентов годовых нет кредита нет инфраструктуры электричество ты не сможешь включить дорогу не можешь подвести к сельское хозяйство поэтому она загибается поэтому сельскому хозяйству нужно дать кредиты дешевые и мы можем их дать сейчас инфляция в россии 3 процента можем дать кредиты и облегчить доступ к инфраструктуре что касается конопли такси достали телефон и начал снимать рискованный момент для тебя алексей навальный значит в россии сейчас в тюрьмах сидит 650 тысяч человек было миллион у нас одно из самых больших тюремных населения мира огромное количество людей сидящих тюрьме это просто молодые дураки которым дали по 5 по 10 лет за какое-то количество наркотиков в том числе марихуаны и наркотики безусловно зло и мы должны с ним бороться но мы должны думать о том ну это нормально ли что 300 тысяч человек мы законопатили в тюрьмы на годы просто из-за того если они не не торговали там наркотиками в большом размере они не являются каким-то супер муфиозе мы их держим годами из-за там грамма марихуаны значит их нужно наказывать но нам нужна не легализация конечно легализация ни в одной стране не произошла но декриминализация мы должны сажать ну наркобаронов кто же кто контролирует всю организованную торговлю наркотиками стране полиция ну мы же понимаем что милиция контролируем это все продажная часть я не говорю что вся полиция в этом замешана но продажная часть ее но мы сажаем просто молодых дураков поэтому безусловно одно из направлений это декриминализация и уже подпускать всех тех людей которые уже наказаны не нужно им дальше ломать судьбу по просто ли галайс вопрос про индивидуальных предпринимателей не боюсь ли я что в результате моих обещаний которые я раздаю все уйдут в тень и все станут индивидуальными предпринимателями посмотрите во первых а сейчас что происходит и сейчас это является частью уклонение от уплаты налогов но мы же не можем для того чтобы бороться с уклонением от уплаты в принципе за кошмаре всех индивидуальных предпринимателей должна бы работать нормальная налоговая система если ты честный человек то ты делаешь все без налогов если ты таким образом уклоняешься у тебя рано или поздно обнаружат и рано или поздно тебя штрафуют посадит и так далее просто ну вот это знаете как вот если потенциально вы можете кого-то зарезать кухонным ножом давайте запретим продавать кухонные ножи оно не так должно работать индивидуальные предприниматели должны иметь свободу но если они нарушают тогда уже когда-нибудь их поймают но лучше мы кого-то не поймаем чем мы всех просто зажмем и не дадим им работать давайте вопрос да компрометирующий вопрос давайте скорее отличный вопрос все мы люди я повторяю его путин человек и вы тоже человек какие вы можете дать гарантии нам что вы не преследуете свои личные цели и не используете власть для личного обогащения ну давайте подумаем я очень честный убедительно звучит я на самом деле очень честный хорошо но продолжай поэтому я понимаю эту проблему осознавая очень хорошо что власть портит любого человека правильно за историю человечества и уж точно за за новую историю человечества мы убедились что не было ни одного нормального правителя который сидел бы власти больше десяти лет и не испортился это просто невозможно как известно путин является сейчас кем сумасшедшим он же сказал что ты больше 7 лет стану будет президент и становишься сумасшедшим любой сойдет с ума и он сумасшедший и он на самом деле сумасшедший помешавшийся на деньгах поэтому моя гарантия заключается не в том что я вам говорю что посмотрите мне в глаза разве не видите какой я хороший я говорю о том что когда я стану президентом мои первые шаги в этом направлении будет а независимая от меня президента навального судебная система б я разрешу парламенту проводить парламентские расследования которые сейчас не проводятся с я веду институт независимых прокуроров которые смогут расследовать деятельности президента в том числе вы же видите в новостях как в конгрессе сша идут слушания сидит глава фбр и как зайчик отвечает на вопросы его там че хвостит а он отвечает на вопросы у нас был такой что директор фсб вызвали куда-то издавали вопросы такого не было значит поэтому если я испорчусь или любой другой президент испортится сначала по всей стране пройдут митинги вам прошли нужно будет разрешение на митинге вы будете проводить митинги протеста потом свободная пресса потому что я отменю цензуру и сделаю так что не возможно будет водить она уничтожит рейтинг этого президента потом депутаты избранные желающие получить поддержку народа создадут парламентскую комиссию против меня и это все закончится тем что мне объявят импичмент и либо я сяду в тюрьму либо просто уйду в отставку такие гарантии подходят только так и может работать и никаким другим образом не может работать ребята я вижу что у вас огромное количество вопросов но и также я вижу людей фиолетового цвета которые находятся внизу еще давайте еще давайте давай вопрос учителю да я я возьмите файк да только коротко первый вопрос почему никто не может найти работу особенно после вуза а второй вопрос как мы будем бороться с агитацией против единой россии значит почему нельзя найти работы потому что ну нет бизнеса потому что россия 85 процентов экономики контролирует государство ничего не развивается рабочие места не создаются нужно просто отпустить нашу экономику не мучить ее прекратить давить ее налогами прекратить давить ее регулированиями тогда ну появятся предприниматели предприниматель создадут рабочие места ничего другого мы здесь не придумаем либо мы даем стране экономики с экономику свободу мы отправляем коррупционные деньги сэкономленный внутрь вот этого развития внутрь экономики и тогда это работает либо ну либо это не сделать никак вопрос номер последний да я реализую это как мы будем бороться против агитации единой россии значит как вас зовут дорогой мучитель руслан александрович повернитесь вот так вот в разные стороны я вижу здесь достаточное количество людей чтобы переагитировать ижевск за два дня целиком вот нажимаете на кнопку перепостить разговариваете с кем-то пять минут в день тратите на агитацию и все мы всех при агитируем не надо недооценивать себя мы огромная масса людей сюда пришли на морозе стоите заставляли вас запугивали все равно пришли за нами большинство мы можем все это сделать да у нас нет телевизора у нас нет газет даже но люди это самое мощное средство агитации мы все это можем сделать если будем верить свои силы еще раз единая россия бричаловой путины это не монолит это пустота который держится исключительно на нашем бездействии на нашем неверии самих себя будем делать что-то мы победим мы сами ребята удивимся насколько легко оказалось это все пробить спасибо вам большое что пришли я надеюсь что я не очень сильно вас заморозил я надеюсь что я уеду эти пять из ижевска погодите вниз погоди сейчас со сценами я спихнете могу ли я завтра в смоленске говорить о том что я кандидат от ижевска тоже спасибо большое должен же в россии рано или поздно появится нормальный честный президент я хочу стать этим президентом и стану им если вы меня поддержите поддержите спасибо огромное спасибо ребята что пришли еще раз спасибо жителям этого дома который сделал это возможным спасибо волонтерам приеду еще не раз и же с нами победим спасибо все пока чем за трансляцию спасибо